Книга «Открытым оком», том 1. Тема «Внутренний мир человека». Вопрос 237. «Тшеславие и словолюбие – это грех? Вы тщеславны? Любите ли, чтобы вас хвалили другие? Есть ли у вас свои ангелы и херувимы, воспевающие вам славу?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В мире есть поговорка «Прошел огонь и воду и медные трубы». Огнем называют горькие огненные испытания, водой – милости Божьи, и медными трубами – славу в средствах массовой информации или от окружающих. Один из святых говорил, что, трудясь над своей душою всю жизнь, он достиг бесстрастия при нанесении ему обид и не чувствовал ни малейшего раздражения и гнева, но поносящего и ударившего его, но ни разу не смог перенести похвалу без внутреннего удовлетворения ею. «Более всего погашает звук хвалебных кликов, остужающие поношения. Конечно, приятно, когда есть друзья, и они ценят то, что ты делаешь. На мою долю Бог отпустил и огонь, и воду, и трубы. Это моя биография». Почему-то никто ни разу не позавидовал мне искренне, когда меня сажали, поносили в печати на сотни тысяч экземпляров «Смотри нашу книгу для Слова Божия не туз». Ставили специальные поносные фильмы клеветнического содержания и прокручивали их на миллионную аудиторию. ГТРК «Алтай». Фильм «Пролог» С.Н. Лавариненко. 30 минут. 27.07.1999 год. ГТРК «Алтай». Программа «На лестничной площадке». Ведущая Прокофьева И.В. 32 минуты. 17.03.2001. «Этот позор я хлебаю один, и мне понятны слова пророчества о Христе». Исайя 63.3. «Я топтал-точил один, и из народов никого не было со мною». В выступлении против меня зампредседателя КЗС Алтайского края, главного идеолога Крайкома КПСС Петренко ВС по радио, в законодательном собрании и его запросы в различные государственные инстанции, вызвавшие против меня и лагеря Стана 15 государственных комиссий краевого масштаба. Многие из бывших членов нашей общины, евшие мой хлеб, подняли на меня пяту и соединились с препахабной газетой, в кавычках «МК» на Алтае, и со статьей в этой газете от 29.05.1999, где 47 раз топущена неправда, а художник Урдюмов А.В. изобразил черта в монашеской мантии с кандалами и плетью в руках, вылезшего из бункера, и надпись над его головой, в кавычках, «Община отца Игнатия». Мое сердце все это вынесло, и я ни на кого не обозлился, и подал на всех их иски по закону в защиту себя и православия, и все процессы полностью выиграл. Горчи было так много, что похвала, или лучше сказать, слова поддержки, ничего не принесли, кроме умиротворенности. Почему-то все забегают впереди меня и заглядывают мне в глаза, радуюсь ли я похвалам за достойную победу, одержанную над еретиками и коммунистами. Отвечаю, да, радуюсь и благодарю моего создателя за дивные победы, которыми он увенчал мой жизненный путь. Я каждый раз поражаюсь, как много у Бога скрыто от внешнего взора добрых людей, и они встретились на моем пути, и приняли участие в моей жизни, к моему благу. Я не верю в искренность этих вопросов об ангелах и херувимах. Бог позволил прожить мне интересную жизнь и позволил всю жизнь открывать в себе все новые таланты и посвятить их Богу и людям. Когда я поставила задачу довести до русских людей Библию, творение святых отцов, 300 томов, жития святых, 12 томов, книгу правил и начитать большую часть из всего этого на магнитофонной пленке и растиражировать это в сотнях экземплярах. Один экземпляр состоит более чем из 200 катушек по 8 часов 20 минут, звучание каждое. То некоторые благочины и архиереи, сами же получившие от меня все это бесплатно, спрашивали, а не подходит ли ко мне гордость, что меня мой голос слушает не только по всему Советскому Союзу, но и за границей. Я отвечал в кавычках, а мне и думать об этом некогда. Филиппийцам 3.13 Цитата Истинную оценку наших трудов даст только Бог. Благодарю вас за такой открытый и едучий вопрос. Тщеславие, когда люди ищут, чтобы их прославляли, они были на слуху, но ничем не подтверждают то, за что их хвалят. Славолюбие может быть и славой, хвалой за достойное, за действительное. Этим оно отличается от тщеславия. Мне пришлось сниматься в четырех документальных фильмах. Два из них целиком посвящены моей биографии. Златоуст из Потеряевки, режиссера В.С. Кузнецова, красноярский филиал Свердловской киностудии, занявший первое место в России среди документальных фильмов о православии. И, в кавычках, глаз вопиющего или второе крещение Руси, режиссера Ю.Н. Малашина, новосибирская киностудия Оби. Конечно, как говорит Иоанн Златоуст, мне сплели похвальный венец больше моей головы. И поэтому венец опустился на плечи, а голова осталась неувенчанной. Он же добавляет, что слава имеет такое свойство, как капризная женщина. Чем больше кто за ней гонится, тем дальше она от него убегает. И чем настойче человек убегает от нее, тем стремительнее она настигает его. Считаю, что со мной произошел тот самый случай, потому что фильм «Пречувствие» Кузнецова, в котором я принимаю участие, занял первое место на международном киноконкурсе. И каждый раз, когда кому-то нужно приехать, поснимать у нас, не в раз приезжают, а я еще поломаюсь, поуговаривать мне надо раза три, а потом будут благочинные и прочие бесчинные вопрошать. Сколько же денег вы туда вломили, чтобы о вас такой фильм поставили? Отец Николай Бурдин так во всеуслышание в храме на Южном и говорил. Кавычки открыты. Игнатий закупил всю прессу и в Москве за американские доллары. Кавычки закрыты. Как говорится, каждый судит о другом по своей испорченности. Ни об одном губернаторе не сняты такие фильмы. Почему? Когда я приехала в Америку, а там смотрят фильмы про нашу потеряевку, стою в здании аэропорта в Вашингтоне, и ко мне подходит человек пять, и спрашивают. Кавычки открыты. Мы вот едем в Иркутск. Не знаете, по пути ли нам заехать в потеряевку? Кавычки закрыты. И смех и грех. Чтобы столько снимали о ком-то, значит действительно что-то должно быть интересное. Тут уж никакие ангелы и херувимы не помогут. Денег много у любого бизнесмена. Они могут заказать и не один фильм, но чтобы он был продаваем, его искали и смотрели, и дали престижные премии на мировом кинофестивале. Это уж увольте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова